Нам сегодня надо выбрать лучший торт. Ну, с этим может справиться, мне кажется, даже ребенок. Ой! И натуральные сметаны! Божечки, божечки, почитаем составчик. Все попахивает трансжирами. Ну, не подведи, не подведи, окзамок. Что там за геногидромона? Непонятно. Позьмем, может, его? Более со скидкой. Ну, как не взять? Грех не взять, не скидочкой. Друзья, всем привет! Вы на канале «Все к столу». У нас сегодня очень интересная задача предстоит. У меня, прежде всего, нам надо найти в пятерочке хороший торт. А что значит хороший торт? Он, прежде всего, должен быть недорогой, натуральный, красивый и, конечно же, вкусный. Я надеюсь, что я с этой задачей сегодня справлюсь. Знаете, что мне сказали? Хорошая пятерочка отличается именно плиточкой. Вот если плиточка вот такая елочкой, то это, типа, хорошее. Я, кстати, долго искала такую пятерочку, но я ее нашла. Вот, собственно, отдел тортиков. Давайте представим. Вот вы хотите дома просто попить чай с тортиком. Как вы выбираете торт вообще? Я обычно сначала все-таки бросаюсь на этикетку. Почему-то мне кажется, вот это, возможно, будет натурально. Кажется, какая-то упаковка очень современная, достаточно лаконичная. Чизкейк Нью-Йорк. Моя любимая, читаемый составчик. Сыр творожный. Все нормально пока. Масло высшего сорта. И даже, представляете, печенье на сливочном масле. Ну, в целом, я думаю, нам это подходит. Я не взяла корзину. Или мы так в руках понесем? Пока. Ну, кстати, вот за чизкейк Нью-Йорк 400 грамм, 400 рублей. Подходит наша ценовая категория хорошего торта. Вот это тоже, в принципе, знаете, как будто вы такой французский. И вот эти, да, надписи еще 1883. Это что-то очень такое, типа, здание традиций, да. Но самое главное, натуральные ингредиенты. Посмотрим, какие натуральные ингредиенты. Ну, на самом деле, мы уже здесь, глазурь кондитерская. Это уже не натуральный ингредиент. Но отдадим должное. Масло кокосовое в глазури. Сейчас очень сильно демонизировали кокосовое масло, да. И я бы не сказала, что оно такое прям плохое. Но тут есть смесь растительных масел. А это, как вы понимаете, у нас уже все попахивает трансжирами. Так что я это не могу назвать натуральным продуктом. Поэтому жирбо остается у меня дальше стоять в пятерочке. Андерса, наверное, это бы я тоже, на самом деле, бы посмотрела бы. Единственное, что, наверное, я бы не хотела муравейник. То есть это так банально. И его можно сделать самостоятельно дома. Это всего лишь песочное тесто с маслом и с вареной сгущенкой. Мне кажется, с этим может справиться, мне кажется, даже ребенок. Но состав торта, посмотрите, как он классно указан. Сгущенка вареная, мука пшеничная. Все визуализировано. Мне кажется, это классная фишка. Именно делать состав ингредиентов с картинкой. По-моему, прикольно. И опять-таки видно, что ничего лишнего. Это все содержится, значит, где-то в каком-то виде. Они добавляются в виде ешек. Ну, оставляю тоже лежать на полке. Но имейте в виду, что муравейное счастье. Такое хорошее, кстати, даже счастье. Делиз. Ну, давайте посмотрим его. Ну, я вижу уже вот эти все шоколадные глазури. И я понимаю, что, скорее всего, это все будет то же самое. Ну, сухой яичный белок, например. Ну, я бы не назвала его натурально. Натурально это все-таки, когда вы вместо сухого белка добавляете просто яичный белок. Ну, по мне, это так. Вставляем. Чародейка. Ну, на самом деле, Чародейка – это из линейки советских тортов. Многие, может быть, его знают, бисквитный. Читаем составчик. Ой, я так его трясу небрежно. Ну, ребят, я уже вижу количество слов, букв, моно, гинна, боно, вот эти все приставочки. Натрия, сельфиды, графиты. Даже не собираюсь в это вчитываться. Потому что Чародейка – это вообще масляный крем, классический бисквит, и сверху покрывается шоколадом. Что там за гиногиногидромоно – непонятно. Это все у нас черемушки. Значит, здесь все будет то же самое. Я не питаю иллюзией. Будет все то же самое. Мирелевские. Господи, я их так любила, эти торты Мирелевские. Боже, в детстве могла реально съесть полторта. Но вот этот весь белесый цвет – это все, ну, я просто знаю, это все растительные масла. Конечно, я, чтобы вы убедились, я вам покажу. Жир растительный, заменители масла какао. Не шоколада, не молочных сливок в Мирелевских тортах нет. Зато они могут стоять долго, и зато они, возможно, очень даже вкусненькие. Но мне такой торт не подходит. Добрынинский. Добрынинский, кстати, возможно, может быть. Малыш, 500 грамм, 600 рублей. Он не входит немножко в мою категорию, потому что у меня была задача найти хороший торт в пределах 1000 рублей за килограмм. Этот уже будет 1200. Ну, давайте проверим, кстати, его. Вы посмотрите, ручная работа. Подкупает? Подкупает. Почитаем состав, потому что я в Добрынинском, честно, не видела хороших тортов с чистым составом. Чистый состав. Сгущённое молоко, тара-та-та-та-та-та. И даже белый шоколад, кстати. Ну, в принципе, подходит. Возьмём, может, его? Ну, чуть-чуть вылазим за бюджет. Тем более со скидкой. Ну, как не взять? Грех не взять. Скидать. Смотрите-ка, медовик домашний, медовик домашний. И мел-то тут нарисован, такой, посмотрите, стекающий. Ну, типа, прям песенка-песенка. Кстати, заметим, фотография торта соответствует реальной картинке. В принципе, я считаю, это реально очень большой плюс, когда ты видишь картинку, и то же самое ты видишь внутри коробки. И натуральные сметаны. Божечки-божечки. Почитаем составчик. Маргарин. Ну, всё, я такое не возьму. Всё, всё, всё. И вот эта натуральная сметана просто возьмите и перечеркните. Зачем вот это вот такой огромный на 3 сантиметра состав в домашнем медовике? Мне непонятно это, вот честно. Вот ещё какой-то у нас кондитерский дом. Он так и называется. О, кондитерский дом, как мило, да? Ну, да, тут тоже рафинированный, дезодорированный. В общем, это всё плохо. И вообще, кстати, как определить, что в составе есть вот эти вот трансжиры? Ищите такие названия, как крем кондитерский, там спред, смесь растительных масел, растительные сливки, кондитерские сливки, кулинарный жир, кондитерский жир или просто растительные масла. Это всё дезодорированные вещи. О, кстати, любимый Ренатушка Акзамов, Фили Бейкер. Ну, не подведи, не подведи Акзамов. Сметана, ребят, реальная сметана. Даже не сметанный продукт. Браво. Ананас в сиропе, ну, это не страшно, извините. Персики в сиропе, это тоже не страшно. Я, конечно, не использую их в тортах, но нам же к чаю. Слушай, ну, берём панчо. Смотрите, такой огромный, он входит в нашу категорию. Ну, не, нам ещё, конечно, предстоит это всё попробовать. Кстати, птичка в Фили Бейкере. Ой, Фили Бейкер. Ну, тут моноглицериды, жирных кислот. Вот, видите, глазурь кондитерская. Вот всё, что кондитерская, это значит, типа, мы немножко удешевили. Короче, не подходит нам эта птичка. Вам интересно вообще состав птички какой должен быть? Это белок, масло, сгущённое молоко, яйцо в бисквите, ну, там, желток. Сахар, мука, агар-агар, а сверху хороший шоколад. Семь ингредиентов, всё. А, кстати, вот ещё есть тут у нас некий топ-шеф, топчик-шеф. Ну, я уже вижу очень такой маленький составчик. В отличие, кстати, от того медовика, небольшой состав. Но тут масло растительное. Не растительное масло, а масло пальмовое и ши. Я сомневаюсь в этом, если честно, потому что я слышала, ши только используют в различных, там, косметических целях, так, чтобы его в еду добавляли. Короче, не берём. Но тут есть сомнения, возможно, не всё так плохо. Чё, всё, что ли? Ну, как-то маловато, если честно. Я думала, у нас будет больше улов. Ой, алкоголь у меня тут падает уже. А давай, знаешь, ещё, наверное, тирольские пироги посмотрим. Они такие знаменитые, эти тирольские пироги. Мне даже интересно почитать состав. Все их так любят. Я помню, у нас, когда я работала ещё в офисе, я всегда на праздники брали вот эти пироги. Ну, ароматизаторов очень много. Ароматизатор, 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 знаете, с корговорком. Смесь для приготовления заварного крема. Неужели так сложно сварить из молока заварной крем? Почему надо использовать именно сухую смесь, которая как юпи, знаете? Ну, нет, конечно, я такое не взяла. Уже неплохо. У нас три торта. Наконец-то, кстати, я попробую торт Москва. Я фанат Москвы, ещё ни разу не пробовала торт Москва. Ещё, кстати, хвалили здесь кофе. Я предлагаю взять кофе и поехать уже на мою студию, кухню. Пробовать, скажем так, второй этап проверки от Оли Сороки. Так, кофе с молочком. Я надеюсь, здесь не сухое молоко. Но не должно быть. Кстати, ценник вообще, конечно, смешной. 89 рублей за кофе, прикиньте. Как вообще относитесь к пятёрочке? Нравится вам этот магазин? Пойдите сюда. Я как-то решила, да, подумала, надо развивать канал. Что-то снять более федерального масштаба. Так что ставьте лайки. Пишите комментарии. Будем набирать просмотры. Будем делать мой канал «Все к столу» более популярным. Не всё же нам по дорогим ресторанам ходить за тортиками. Но это обязательно будет, ребят. Самые необычные десерты я планирую снять в Москве. Сейчас понюхаем. Пахнет неплохо. Вкусненький кофе, кстати. За 90 рублей так вообще к песне. А вдруг меня пятёрочка заметит, и они меня возьмут к себе, и я буду о них рассказывать всё время. Я справлюсь. А твой уже не смогу. Ты уж извини. Так, ну всё. Задача теперь дойти до кассы. Интересно, я одна так ношу эти карточку в чехле телефона? Или все уже так делают? Сегодня праздник у девчат. Сегодня будут торты. Ну что, мы в студии. Я готова пробовать наш... Мой выбор. Мой скромный выбор, я бы так даже сказала. Начнём с малыша чизкейка. Ну, на самом деле, я вот так думаю, вряд ли он меня удивит. Но главное, чтобы не расстроил. Потому что нам сегодня надо выбрать лучший торт. Повторюсь, что значит хороший торт? Красивый, натуральный, и, конечно же, он должен быть вкусным. Это мы сейчас и узнаем. Расскажите мне, какие тортики берёте вы в пятёрочке? Вообще, покупаете ли вы в пятёрочку тортики? Где предпочитаете покупать? Потому что у меня в планах ещё посетить какие-нибудь популярные сети. Оля, потрошитель. Ой, там такой малыш. Ну, грубо говоря, такая запеканочка, да? Ну, кстати, могли бы как-то украсить, но, опять-таки, вот у них здесь на картинке они предполагают возможный дизайн. Ну, типа, давай уж дома, дорогой, как-нибудь сам своими ручками укрась торт. Для этого купи ягодку, например. Учитывая стоимость этого малыша, как бы это нормально. Достаточно натуральный состав. И даже, я повторюсь, печенька была без всяких там трансжиров. Ну, смотрите, кстати, творожного слоя. Толщина его нормальная, на самом деле. Опять-таки, если мы говорим про простой торт к чаю, почему нет? Запах хороший. Ну, да, там есть какие-то ароматизаторы. Ну, естественно, это не страшно. Короче, я чувствую горечь. Говорю, мне надо обозвать мой канал не все к столу, а Оля-потрошитель тортов. Вот этот слой, по-моему, невыпекаемый. Он, скорее всего, а-ля пирожная картошка. Когда мы печеньку, добавляем масло, и получается вот такая пластичная. Кстати, которая даже не тает в руках. Прикиньте, какая-то супермасса. Но они не пишут ни про какие маргарины, ни про какие растительные масла, которые как раз-таки стойки к высоким температурам, да. Блин, честно, я думала, ну, что мне может не понравиться в чизкейке? Ну, вот горечь. Прям горчит. Я не шучу. А он не протух? Я что-то испугалась, ребята. Не будет мне сейчас плохо? Срок годности 21 сутки. 21 сутки, 3 недели за торт. Они прикалываются, что ли? Ни один творожный сыр столько не проживет. Когда я долго крем-чист открытым храню, он у меня покрывается оранжевым грибком. Оранжевым, прям ярко-оранжевым. Так что он пропадает. Это натуральный продукт, он портится. И я что-то переживаю. Дата изготовления 20 июля. То есть торту недели. Мамочка, я ем недельный торт. Это у меня впервые. Но у меня была мысль, типа, с чего вы начинаете выбор торта? Я такая, по этикетке, по составу. А про срок годности я даже не подумала. Я не подумала, что есть какие-то недобросовестные производители или недобросовестные сотрудники магазина, которые могут оставлять просроченные товары. Я просто видела, например, как в азбуке вкус, у них очень все с этим строго. Есть отдельный человек, который ходит, и каждый товар безжалостно потом просто либо там пишет 40% скидка. На этом нет 40% скидка. Вот этот у нас скидочный, да, и почитаем сейчас, когда он там был изготовлен. Странно, да, 3 недели. Замороженный ок. Я понимаю, замороженный, чистый. Даже есть линейка замороженных чизкейков. Я, кстати, хочу их попробовать. На озоне их видела. Вообще, хочу озон немножечко еще вам приоткрыть. Вдруг кто еще его не открыл для себя, что там можно торты заказывать, оказывается. Блин, реально! А может, он и такой должен быть? Я просто отвыкла от вкуса фабричных тортов. Ты хочешь? Мне просто даже интересно. Попробуй, пожалуйста. Может, у меня глючит? Не кусай так много, отравишься. Горчит, да. Горчит. Короче, знаете, вот если бы мне не было бы лень, я бы дошла и сдала бы его, кстати. И мне бы даже вернули деньги. Надеюсь. Короче, чизи. Я не знаю, кто вы такие чизи. Где вы вообще? Мастерская пирога. Очень все странно. Хотя состав неплохой. Убираем его. Тарелку оставим. Кондитерский дом Добрынинский. У них есть свои магазины, да. То есть, это прям крупнейший поставщик тортов. Считается, что это очень хорошие торты, качественные. Я была у них и на сайте, и везде. Да, там есть, типа, легендарные, там, ленинградские их торты. Ну, везде масла эти вот непонятные. Но в Москве, собственно, у нас, в принципе, по моим убеждениям, все нормальненько. И у нас сегодня торт Москва. А это, судя по всему, этот, как его, основатель-то, господи. Юрий Долгорукий или Долгоруков? Я все время путаю, Долгорукий или Долгоруков. Он стоит, у него есть площадь, против мэрии. Я туда люблю ходить, гулять. Сейчас, как там, проходит фестиваль московское варенье и цветочный джем. Цветочный джем продлится аж до 11 сентября. Короче, все в цветах, в цветах. А московское варенье, ну, всем гурманам просто посвящается. Можно лакомиться, там, пробовать. Пробовать, короче. Все эти фестивали, гастро-видео, для того, чтобы ходить и на халявку пробовать. На этом мероприятии главный хит варенье из гречки. Это моя любимая гречка и из нее варенье. Я не пробовала еще. Но прям хочу попробовать, что за варенье из гречки. Прям вот из вот этой вот черной гречки, что ли. Ну, короче, торт Москва у нас сегодня. Придумали его, кстати, сами жители Москвы. Вы не думайте, что это какой-то советский торт легендарный. Нет, он молодой тортик. Можно так сказать, как символ города. Придумали состав сами люди. Там все, что любят взрослые дети. Или там «Расти попка» можно его назвать еще. Короче, все самое жирненькое и все самое сладенькое. А именно шоколад, белый причем, орехи, вареная сгущенка и безейные такие коржи. Вот выбор людей. Честно, я бы не сказала, что он какой-то супер популярный, да, среди людей. Я так не слышала. Мой любимый торт Москва. Один раз у меня только заказывали торт. Кстати, я вот уже смотрю, у меня он не такой. Вот крем какой-то, не знаю, он не выглядит как масляный. В общем, давайте его пробовать, пробовать. Кстати, орешки, там фундук. И тут я с ними согласна. Люди действительно очень любят фундук. Все такое жирное, броню, макво. Сверху-то, смотрите, сколько еще навалено этого крема. Ну, как ни странно, вы знаете, очень-очень даже. Коржи прям очень вкусные. Они даже не похожи на киевские, они потоньше. Очень вкусно, бизейный такой хороший тортик. Какой-то вот ароматизатор здесь, то ли коньяк какой-то, что-то такое есть. Но в целом, недаром он стоит 600 рублей со скидкой за полкило, то есть за килограмм 1200. Со скидочкой. Как бы недешево, но вкусно. Я бы сказала, знаешь как, можно мне отдельно коржи? Орешки чувствуются. Да, сладко, но безешка это очень похож на мой мастачон торт. Ням-ням-ням, сгущеночка чувствуется. И крем, по-моему, действительно масло, сливочное масло прям тает приятно во рту. Сейчас хочу еще попробовать белый шоколад. Откусим моему голову. Как меня учил Александр, выпуске про шоколад. На небе не должно ничего оставаться. Угу. Да, сам растекается во рту. Действительно, белый шоколад. Такой вкусненький причем. Моя рекомендация. Такой сладенький, идеальный к чаю, реально к чаю, который без сахара, без сего, зимним, вечерочком, или осенним, дождливым. Но это не летний торт. Это достаточно тяжелый, жирный, такой полотноватенький торт. Фили Бейкер, это же на самом деле очень легендарный торт. Панчо. Мне кажется, с этого торта началась эпоха Акзамова. Попробуйте торты из новой коллекции Фили Бейкер. И, конечно, замечательный, вкусный, настоящий торт Панчо. Он такой был популярный, этот торт. У всех он на слуху. Мне кажется, до сих пор он держится в рейтингах. Один из лучших. А потому что сметанный крем, о котором я говорю из выпуска в выпуск, которого мне не хватает в медовиках, вроде бы ничего проще нет, но почему-то его нигде нет. А вот он, пожалуйста, сметанный торт заливной. Готовится, может быть, даже из обрезков. Я не исключаю такой вероятности, что что-то остается на производстве тортов. И незатейливый тортик, но самое главное, что он вкусный. Да, вот вроде гора и гора. Ой, кормот пошел. Ой, посмотрите, немножко потек. Немножечко. Ну, это, может быть, сыворотка выделяется у сметанки. То есть, скорее всего, он очень-очень мокренький сейчас. Срок годности 7 суток. Ну, это уже ближе к правде. У нас заварные крема хуже всего хранятся. Заварной крем, у него там что-то около двух суток, по-моему, срок годности. Смотрите, не содержит ГМО. Всклицательный знак. Да вы молодцы, Фили Бейкер. Охраняется патентом. Я впервые вижу эту надпись на тортах. Прикиньте, он даже сделал на него патент, на этот торт. Он реально просто, видимо, стал каким-то легендарным. Да, куча в интернете уже рецептов вы найдете. я сама делала панчо, они красавчики сделали патент, что никто не-не-не не может сделать такой же, хотя, казалось бы, бисквит, беленький, черненький, сверху сметанный крем, а нет, охраняется патентом. Блин, вот эти вот, конечно, упаковка, хотел сказать, порнушная, но какая-то вот она, вот даже у того чизкейка упаковка более современная. Ты ее хочешь взять? Почему я и взяла первое его? Она вот просто приятная, она бумажная, а не вот этот пластик, как мирелевские торты. Окзамов, простите, конечно, вы король тортов, да, но у него вот что с декором, с оформлением тортов, вот эта вот помпезность, вот эта, и что вот здесь какие-то сердечки, о вкусах не спорят, но я бы со стилем, конечно, здесь поработала. Но я не Окзамов, я только учусь. Торт панчо весь мне. Класс! Пропитанный такой классный. Вот ничего лишнего. Домашний торт. Когда не хотите заморачиваться дома, просто берете филибейкер. Недаром он его запатентовал. Такой весистый. Кстати, по-моему, половинки, да, есть еще? Бисквит по мне плотноватый, конечно, я такой плотный. Ну, вот видите, даже вот тяжело заходит ложка, несмотря на то, что он пропитанный. Живешь бисквит. Сам, кстати, критикует участников кондитера, что бисквит, бисквит, а сам? А где фрукты? Дайте фруктов. Так, короче, Оля потрошитель идет на дело. Где фрукты? Поиска фруктов. Вот, я докопалась. А где белый слой? Так, ну что, давайте с фруктами попробуем. Зачем они их так запихали все в центр? Непонятно. Я поняла кое-что. Очень сладко. Вы знаете, возможно, сахар даже перебивает вкус продуктов. Сметаны, вкус бисквита, очень-очень отдаленно какао, то есть его даже шоколадным бисквитом не назовешь. Ребят, кто делал торт панчо, выпекал? Кто видел рецепт хотя бы? Ну я же не это, еще в здравом уме. По-моему, там был белый бисквит, то есть ты делишь один с какао, одна часть белого, а тут он какой-то карамельный или кофейный. Сейчас попробуем. Какой-то все кисловатый, что ли. Не пойму, сам бисквит какой-то кисленький. Ну короче, сверху много крема, а внутри ну как бы много бисквита. Фрукты, они на нижнем корже. Какое он простое в изготовлении. Я даже представляю вот этих работниц Филип Бейкере. Бейкере? А, Бейкер, Филип Бейкер. Как они залили все, наперекосяк глазурью вот так вот покрыли и все готово. Класс! В целом сохранили, качество продукции сохранили, но в целом прекрасный, торт прекрасный. Акзамов молодец, придумал вот такой доступный торт для ежедневного, нет, слишком жирный для ежедневного, но раз в недельного семейного такого застольного тортика. Очень сладко, ребят, очень сладко. Я, конечно, не делаю такие и не рекомендую вам кушать так много сахара. Но, не знаю, все равно вот я не чувствую той сметаны, которой я бы хотела, сметанного крема, который вот я знаю с детства, вкус сметанного крема. Да не очень сладко, но с такой легкой кислинкой. Тут как-то все равно сметанка не очень отойдет. Будешь же пробовать, я знаю. вкусно. Вкусно. Действительно вкусный и достойный торт. Ну что, выбираем. Вы видели весь выпуск от начала до конца, от полки до дегустации. Старалась быть честной, объективной. А можно вот того вот прокисшего тоже. Ну что, мои рекомендации, что же купить к чаю хорошего, вкусного, натурального из пятерочки. Лидер, безусловно, Панчо. Панчо хорош. Москва, Москва, Москва тоже было ничего. Короче, я буду повторяться. То есть, вы все слышали сами. Кидайте идеи, куда я иду в следующий раз. Вообще, интересно ли делать такие обзоры на супермаркеты? Мне кажется, прикольно. И, как всегда, надеюсь, была вам полезна. С вами была я, Оля Сорока. До следующего четверга.